Вот эта вот петля у нас такая для домашнего использования. Не уходи, стой здесь. Для домашнего использования, когда собаки без ошейников и нужно их там откуда-то куда-то привести. Вот такая простая, дешёвая, которую легко постирать. Достаточно крепкая и тоже удобно пользоваться. Рассказать про ошейники полуудавки, которыми мы пользуемся. Значит, вот эта полуудавка. Есть у нас разные цвета, чтобы удобно было. Вот она сделана вот так. Обязательно должна быть с таким вот, с такой штукой, которая подгоняет. С регулировкой. С регулировкой. Очень хороший металл, хорошего качества. Естественно, вот висит у нас здесь адресник обязательно. Теперь мы бьём среднеазиатскую черпуху. Хочем, иди сюда. Иди-ка, иди. Ну, не ленись, иди. Так, вот у нас получается у кобеля достаточно мощная шея. И вот он свободный. Ошейник, вот мы одели. Если собака бегает по двору, он болтается легко, не мнёт шерсть. Сейчас сильно легко, надо чуть-чуть жёстче. Не мнёт шерсть. Вот. Когда мы, например, идём куда-то... Легко может сняться. Когда мы идём куда-то гулять или в какое-то место, мы рог сможем подтянуть. Вот. То есть вот он у нас затягивается. То есть тоже, в принципе, не сильно давит собаке, но уже её фиксирует. Значит, что происходит дальше? Сиди-ка. Если нам... Если вдруг собака куда-то у нас сдёрнулась, то ошейник вот так вот затягивает и фиксирует собаку. То есть это очень удобно. Из рокса, когда он затянут, практически нереально вылезти в обратную сторону. Это вообще болезнь амуниции для азиатов, когда из-за того, что шея мощная, легко... Вот у нас вот такая вот... Кожаные ошейники. Мы от них отказались, потому что они мокнут, сыреют. Вот, например, такое ошейник. Значит, в чём его беда? Беда этого ошейника, что если его затянуть собаке неудобно, то есть ему неудобно опускать голову. Если его чуть ослабить, то в любой момент он может вот так слететь. Поэтому в итоге мы вводим азиатов на рокса. У нас копили 65 килограмм, пока ни одна полуудавка не порвалась. Всё, молодец. Ты прям спишь, да? Прям спишь. Эфа! Она в земле. Иди сюда! Эфа! Фень, иди сюда! Фень! Иди сюда! Иди за вкусняшкой! Пошли. Пошли. Проблема, что... Ну, капеля, мощная шея. Вот. Вот. То есть, да. Всё. Свободно гуляем. Давай так. Если нам нужно затянуть, то мы его затянули. Подтянули. Вот он у нас есть. Вот он у меня. Собаку мы зафиксировали жестко. Также она у нас с отрисником. Так как кайфа, сука, крутая, то у нас ошейник для неё оранжевый, да? Предупреждающий. Опасность. Что-то ходишь. Всё, сняли. Всё, иди. Иди глянь, молодец. Тише. Так вот мы подтянули. Подтянули. И показываем. Вот собака жестко. Сверху вот сними, чтобы видно было. Собака жестко зафиксирована полуудавкой. В общем, короче, нам эта история нравится и удобно. Стой. Ещё есть у нас вот такая, но это для молодых собак, потому что старшим мы не вмещаем. Просто петля вот такая и с дополнительным фиксатором. Тоже вещь удобная. На ней тоже можно ходить. Вот. Но те ошейники регулируются лучше. Что ещё? Какой ещё плюс? Это можно стирать. Легко и просто-просто обычными моющими веществами. Много разных цветов, что весело. В наборе у нас также вот такой поводок. Такой поводок-перестёжка. Значит, чем он хорош, тем можно фиксировать необходимую длину. Цеплять за дерево в разных местах. Удобно фиксировать в машине. Собаки у нас часто ездят, поэтому мы на всякий случай и в автобусе дверь открылась и собака не выскочила. Мы одну сторону цепляем за специальный держатель в автобусе. Такая вот очень мощная петля. Очень мощная водилка. На самом деле это не для суки, для кобеля. Эту водилку можно прицепить на Рокс, а можно вот на эту кожаную петлю. Для меня петля длинновата, для мужа хорошо. Такса мучает кота или кот такса. Крепкая. Очень качественно прицепить водилку и одновременно прицепить поводок. Вот у нас поводок и водилка, то есть собака идет. Дальше, если ее нужно зафиксировать, все. Взяли, крепко подтянули полуудавку и пошли дальше с контролированной собакой. Вот это не советую делать девочкам, потому что девочку азиат утянет. Мужа нормально. Еще один вариант. Через плечо. Опять же, это для крупных, сильных мужчин. Я бы так не рискнулась. Когда собака без ошейника, просто бегает, ее нужно куда-то перевезти. Ну, мало ли, сама не хочет. Вот такая вот недорогая тканевая петля. И вот такая тоже где-то по случаю мы купили. Просто удобно, не заморачивается. Основная. Вот эти полуудавки. У них, кстати, бывают разных фирм. Мне больше нравятся именно эти. Хотя видела еще несколько вариаций. Вот в этих ошейниках мы ходим по городу на выставки, на занятия. Сдавали караульную службу. Там у меня есть видео. В принципе, кабеля 65 килограмм. Такой ошейник удерживает. И поводки в наборе тоже удерживаем. У нас есть вот такая петля. Удобная, хорошая. Вот с таким вот фиксатором длины. Чтобы не соскочила. Удобная вещь. Здесь вот такая кожаная петля. Мне она длинновата. А так как мышь выше, крупнее он нормально держит. Вот такая очень качественная водилка. Крепкая, прошитая. Вот эту водилку, в принципе, мы берем на выставки. Цепляем к полуудавке. То есть поводок и ее. И когда нужно, быстренько можно зафиксировать собаку. Вот такие штуки. Это когда девки наши были молодыми. Я их по две водила. Вот это хендфри. Свободные руки. Со взрослой собакой боюсь, что они справятся. А вот с молодняком, который килограмм по 30-40, в принципе, вполне удобно. Значит, какой есть плюс у этой удавки. Вот смотрите, да. Вот получается петля и достаточно жесткий фиксатор. Крепкий. Опять же, мы уже много раз стирали их. Они хорошего качества, не желтеют. Опять же, у этой амуниции всякие двойники, тройники, перестежки. Можно подогнать длину, прицепить двух собак. Короче, удобно. Удобно. Но кобеля не рискну водить. Девчонок, ошейников мы отказались. Но лично мы, никому свое мнение не навязываю. Потому что они, во-первых, срели от влаги. Расстегнуть, застегнуть, поменять дырку тяжело. Купили вот такие вот ошейники. Они более функциональные. Однако из них собака легко может вывернуться. Потому что у азиата мощная шея. И, в принципе, если он захочет, он такой ошейник себя снимет. А жестко его душить тоже не очень удобно. Потому что портится как шерсть, так и натирается под шеей. То есть нет смысла. Для пользования лучше, чем кожаные. Но хуже, чем полуудав. Ну вот, еще один Рокс. Подгоняем по размеру Науми. Та же самая история с шеей. Хотя Ума самая младшая. У нее все еще растет и формируется. Так. Размер подогнали. Вот так вот. Собака зафиксирована. То есть она, если будет куда-то рваться, сама себе под души. Молодец.